Было и такое, Слэм. Вот я тебе и хотел спросить. Ты у нас, в принципе, почти что всё нам рассказал. Слушай, прицел на меня наведён. Да, прицел на тебя просто. Как сли матчи у 3D? Что они показывали в этом сезоне? Ну, 3D, в принципе, показывали, продемонстрировали очень стабильную игру по всей онлайн-части Star серии. Ну, и под самый конец не подкачали, обыграли оппонента. Вроде это были GetoGang 2 и прошли на лан-финалы. В принципе, сидят парни собранные. Ну, у них ещё была одна замена перед ланами, она была достаточно интересная. Но об этом, я думаю, говорить мы уже не будем. Потому что пора, пора, наверное, начинать сейчас замес. Вон там уже какие сидят. Ты посмотри, ты посмотри. Бойцы, они готовы, уже обсуждают всё. Вот нам Роксов показали, конечно же. Все в майках и все довольны. Только что стояли в кругу, как всегда настраивались. Но готовятся к парню май, чемпионат мира. Парням нужно доказывать, отстаивать будет свой титул с азиатами. Вообще, Point Blank такая игра. Она вот у нас в СНГ, она в Азии. Ждём появления какой-нибудь формата Point Blank в Европе. Но его пока ещё нету. В основной замес у нас в начале мира это вот азиаты и наши СНГшные коллективы. Всё, пошла игра. Можно уже показывать, да, то, что происходит на наших экранах. И первая карта, первая карта это ВВГ. ВВГ. В принципе, твои ставки здесь. Слэм. Ну, ставка здесь одна. Вот она классная. Тебе надо перезайти, да. Она на команду Rockskiss, потому что они вроде самые крутые. Но, с другой стороны, вот можно сказать ещё, что, знаешь, на лан-финалах происходят страшные вещи. Очень страшные. И на лан-финалах обычно, знаешь, какие-то не... Нас уже трое. Нас уже трое, да. Нас уже трое просто. Это был Саша. Наконец-то вы увидели. Осталось панду показать всем в блан-лайне. Ну что, понеслась. У нас здесь уже вовсю борьба. Ты, наверное, должен сейчас сделать вот эту вот штучку. Нажать одну, чтобы зрителям было понятно вообще, что происходит по карте. Ну, по ВВГ, в принципе, по всей старт-серии всё понятно. Что за карта, кто куда играет. Здесь альфа, бета. Всё дефолт. Но некоторые просто люди не знают, что такое point blank. И для них... Будем разъяснять. Опять же, комментировать будем без информации. И стараться, ну, как-то хотя бы показывать, давать какие-то расклады. Чуть попозже будем как раз-таки смотреть матч-хистри команд. Но не сейчас. Здесь пока что была атака альфа. Очень жёсткая 3D. Серия разменов. И жёсткие два фрага от Дикого. Остался в итоге в звенье разыгрывать он с Фаршком против Минемоби. Негатива. Негатив чётко отыграл только что чёткий раунд. Последний хэдшот был вообще идеальный. Посмотрим, как его запушил. И как сейчас захватил негатива просто. И это Минемоби. Ну, вот здесь в догонку пошёл за Диким в Тэшку. В итоге это минус. На кафе 1-1 против Лютого Фаршка. Лютый Фаршка это один из самых, наверное, молодых и перспективных игроков в Пуинт Бланке. Ну, Минемоби вообще, если... Ну, Лютый Фаршек, он уже перспективный несколько лет. Посмотрим, что будет дальше. Ну, сейчас... Минемоби надо зарабатывать результаты и приезжать полным составом на Лан. И вот это почти полный состав, да, команда 3D? Сейчас у них оптимальный вариант. Здесь Минемоби попытка сыграть раунд на бомбе. Опасная ситуация для него возникает. Он увидел Фаршика, и сейчас они будут 1-1 лисоваться очень жёстко. Ну, Фаршик, хорошо, тянет время. Мало времени, остается 10 секунд до бомбы. Надо с четырёхки фузить. По-моему, не успеет Минемоби. О, Фаршик ушёл. О, Йо-Йо, Фаршик просто ушёл, как белка из подохотничьего ружья. Прямо убежал. Ну, и в итоге потом уже на последних секундах, как видим, пошёл. Но уже поздно. Минемоби делает свой фраг, но раунд остается в команде 3D. Пошли первые пятюни. Ну, и раунд, первый раунд он такой. Но темп игры он всё равно не задаёт. Посмотрим, что будет дальше. Гэм Тафа самоубийства. Совершил. Нет, 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 нет. Вот это. Спасибо, что ты мне подсказал. Немножечко Тафа, просто он... Я ещё не работал с этими титрами, да. Но не страшно, я думаю, разберёмся. Итак, друзья, конечно же, не забывайте, что эти комментарии будут не такими, как могли бы вы увидеть в онлайне. Мы не можем говорить позиции, мы не можем спалить кого-то из игроков, потому что нас прекрасно слышат игроки. Но, опять же, самое интересное, будем отмечать. Слэм мне будет подсказывать. Он рядышком запустил ПБ на своём новеньком ноутбуке. Ну да, да, да. Ну, чтобы ярко смотреть, что за тем, что происходит. Пока что минус от Родогатска. Забрали катареза, это перекрытие Тэшки. Но здесь, по-моему, Рокси сейчас начинает догадываться. Посмотрим, что будет дальше. Пока большинство... Ой, хорошо, минимоби винт! Вот винт минимоби сейчас, в принципе, защитил нормально. То есть преимущество есть, преимущество играет, ну ура. Но вот лютый фаршик опять ломает винтюлю. Читак от Гот, Хант, Аксид, перекрытие Тэшки. Вновь не дали открыться на Альфе. И в итоге минус Дикий. Три в одного. Опять фаршик. И давай вот посмотрим. Посмотрим, наверное, за ним. Да, ты показываешь сейчас зрителям, что же делает этот парень. Вообще один в три ситуации играбельная фоинт-бланк. И здесь можно постараться... Не стоит забывать, что это не КС. Здесь за счет скорости, за счет точности и быстроты попаданий можно вытащить раунд. Но самое главное, позиционно подойти к этому моменту. А получится это или нет, мы сейчас увидим. Ну, это еще зависит от того, как Рокс будет играть в Трэмп. То есть будут ли ошибки или не будет. Но здесь Лана. Рокс умеет играть на Лане. И я думаю, такие раунды, они будут контрить очень-очень жестко. Максимум внимания к таким моментам. Фраг от Гот Ханта. Ну, Гот Хан стал в КТ, спокойненько там принял и без проблем. 1-1. Начинается заруба. Прямо уже. Не, начали вообще хорошо, что 3D взяли. Сейчас может... Слэмыч, вот скажи мне еще, ты опять же очень много матчей видел из этого сезона. Все-таки есть вообще у кого-то шансы вот здесь на ландфинале показать Роксам, что они не единственные в мире по эндбланка? Я скажу даже больше, что я взял несколько интервью игроков из ПБ. И вот у Роксов тоже брал. Ситуация такая, что для них самый неудобный соперник является эмоушен. Именно не потому, что они их там один раз обыграли, а потому что они не знают, как эти парни играют на лане. Именно в этом, потому что у них было слишком мало матчей друг с другом. Ну и, конечно же, The Nation выделялись очень сильно. Я думаю, они здесь смогут потягаться. Ну что ж, тут вообще вот все финалисты, на мой взгляд, хороши. Зиггий пока что поджал Т-шку и... Шанс есть у всех. Дал минус, да. Кстати, по девайсам мы еще не отметили, что у нас эти неполный парад аугов. У нас, конечно же, есть и Читаку, Годхантер. Ну и есть, конечно же, дробовик у Зигина, и это радует. Веселое оружие. Зиггин, он же внебрачный Сентоса. Ой-ой-ой, он дал хэдшот! Вы видели, что такое шотган? Зиггин жесткий, он жесткий. Здесь 4 в 3 в меньшинстве Роксы. Игра на Альфе от Ксито. Еле-еле давил для своего соперника прицел. Ну, теперь уже 2 в 3. Посмотри, как преимущество развернулось. Зиггин играл на инфу, уход. Уход в его исполнении сейчас был. От стрельбы по нему. Ну и фарш плюс Зиггин. Ну посмотрим, ситуация 2 на 2. Я просто хочу продолжить вот фоллоу Зиггин. Ты знаешь, я люблю шотганы. Шотган. Ну да, ты любитель, ты же... Это контакт. Это нож. Ты любитель ножей просто. И шотган. Ну что ж, пока 1-1. Спокойно начинается первая карта в этом полуфинале. Ну уже неспокойно. Сейчас уже можно беспокоиться, в принципе. Потому что разыгрывается раунд на бомбе. Близкоразвязка. Аксид минус фарш. Ну как таксид удали пройти. Просто нереально. По лестнице засели в доме. Но это ошибка уже была от 3D. Нужно было все-таки попытаться распускаться на этой бомбе. Отойти. Не надо так рисковать. Бомба деактивирована. Играть вплотную. Ну что ж, четко выбили Роксы, отметим. Четко выбили. Зиггин с шотганом не зарешал в доме. Счет 2-1 в пользу Рокскиз. И не забываем все-таки ВВГ. На самом-то деле для команды Рокскиз это такая, знаете, очень важная карта, на которой они выиграли последний чемпионат международный. Причем там хорошо тащили. Ну и очень много нового с каждого чемпионата мира Рокскиз привозят в наше СНГшное коммунити по Энбланка. Они законодатели мод тактик в этой игре пока что. Ну да. Надеюсь, Индонезия скорее нас не расстроит в этом году. Ну Индонезия будет стараться изо всех сил, потому что эти русские. Они уже достали. Да, они уже просто надоели. Приехали, забрали. Ну как так, а? Что же происходит? Довольно аккуратно и пассивно действует команда 3D. Знаешь, даже более по-кейсерски так пассивно играют. Ну соперник располагает к тому, чтобы с ним играть медленно, аккуратно. Как бы Роксы это очень опасные ребята. Ну вообще такую команду как с Рокскиз тоже очень тяжело обмануть, растянуть и они не ведутся на все эти приколы. Ну конечно же. Сейчас посмотрим, что придумают 3D. Говорить не можем, но показывать всегда можем. Основные моменты. Так у нас война на винте мини-мобе. Здесь опасно. Будет минус. Есть. Есть. Хэдшотик Физигина пошел. Ну отдался дробовик. Дистанция была такая, что Файзигин по идее должен просто всадить вот всю дробь мини-мобе. Но не получилось. Ну это поинт-бланк. Здесь, кстати, сейчас уже готовится контакт. Да, все, катарезы заметили. Проход был по улице. Закрывал его Годхант, но попал. Но не с первого раза добил. Родогас в итоге моментально замкнул эту брешь в защите. 5 в 2. И пока что очень железный дефенсат Роксов. Как бы никаких шансов не оставили. Вообще даже здесь 5 в 2 бывают такие катастрофические размены. Так что здесь, наверное, проще посмотреть. Посмотреть. Посмотрим. Рокс здесь и защищаются, и атакуют очень неплохо. Фаршек минус мини-мобе. Отлично. Ну тут 3D сейчас просто чует, что скорее всего тяжело-тяжело-тяжело. Конечно, здесь пошла бомба. Форт в спину от негатива. Он просто весь раунд практически здесь усовался сейчас под бетоном. И выжидал, слушал соперника. Не рисковал, не вылезал. Как видим, на бомбе они убивают. А вот если бы вылез и рискнул, то отдался бы скорее бы все на 2 девайса. Отлично. Отлично действует украинский капитан команды Рокс Кис. Ну ура. Миссия успешна. Начало миссии. Ну так, ну что, 3-1. 3-1. Ситуация и очередной розыгрыш раунда. Посмотрим, что придумают сейчас товарищи 3D. Что продемонстрируют ребята из Рокс. Вариантов развития событий здесь очень-очень много. Ну смотрим за продолжением, друзья. Все-таки Рокс Кис это Рокс Кис. И в принципе, вот по последним результатам можно сказать, что и они не железны. Ну да, они не железны. Но тем не менее, это всего лишь одно поражение. Ой-ой-ой, негатив, минус 2, граната. Прием Аса великолепный. Минус фарш, минус дикий. По-моему, очередной раунд сейчас заберут. Нет, сам себя еще взорвал. Негатив всех поубивал, и себя просто. Ну, отвага. И честь, честь и отвага по инбланку. Аук и ножик, конечно же. Так, в это время на Альфе у нас начинается какой-то экшен. Давай смотреть. Здесь уже отброс граната, троксов какой-то был. Бомбежка, плента. Но защита в большинстве, поэтому им полегче будет принимать. Вот после минуса Тузака появился Читак. Так, хорошо. Ой, какое мясо. Ну что, 2 в 2. Так, Катарес. Отличный пропрыг с точки. Просто закрыл Родогаско. Слышал, видел, мини-моби. Все, пошла перестрелка. Здесь, я думаю, что он должен закрывать. Ножик не ошибается, открывается слишком рано. И теперь уже 1 на 1. Он пытался вот стрейфами с шутгана на контре здесь мини-моби, но не получилось, не попал. Но мини-моби очень опытный игрок в такие ситуации. Ему по зубам. Бомба стоит, видел мини-моби. Да, 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 знает, где Катарес. Сейчас посмотрим за предложением. Поставил бомбу, начинает убегать. О, какая голова просто. Как вот прямо вовремя вышел. Слышал мини-моби. Слышал отход. Ну, каска. Без шансов. Я считаю, здесь было для мини-моби. Очень уверенно. Очень уверенно сыграл. Мы видели еще из глаз мини-моби, что он там немножечко... Даже прицел был не там, где нужно. Ну да. Ну а что делать? Большинство таких раундов на бомбе они вообще отдают. Ты фаршик негатива забирают? Негатива пора задуматься. Кто займет его трон. Бракса. Племянник, да, феи начинает. Юный принц Спуэнбланка. Юный принц. Ох ты, мини-моби вот сразу принца отправил. Это винтик. На трон. Но мини-моби сейчас очень дерзко сыграл. Он, видимо, ожидал здесь увидеть... Там он ожидал увидеть двоих. Сейчас будут Ракси думать. Что же задумали 3D на этот раунд и какова? Ну пока непонятно. Все-таки раунд тайм 3 минуты плюс скорость передвижения модели. Дает командам по поинт-бланку сумасшедшую почву для различных тактик. Ой-ой-ой. Байк Зигин. Ну да, Зигин. Вот я так и знал. Вот что такое, что-нибудь да будет происходить. Это же все-таки Зигин. Хорошо действует Зигин. Отличные только что были передвижения. Смотрим, что будет дальше. Меньшинстве Ракси. Хороший шанс сравнять счет у 3D. Ну тут уже год начекал сейчас проход. Как бы на плен. Его бред дикий. Хорошая игра. Ростал. Главное сейчас просто не спешить. Атаки. Вот минус дикий. Ну ситуация была 2 в 4. Минус 1. Обрати внимание, что бомбы не поставили. Тузак опасная ситуация. Перестрелка. И не побеждает он в этой перестрелке. В итоге 2 в 2. Вот я говорил, что спешить не надо. Не надо спешить. Надо было подождать. 3D-шкам, чтобы... Ну смотрим. Все равно у них есть инфа. Все, бомба стоит. И у 3D есть хоть какая-то инфа по игрокам Раксов. А у тех вот инфы-то поменьше будет. Ну пошли заветные 40 секунд. Которец приход пытался за контролем. Чуть не получил. А Родогаск уже, кстати, сейчас начекал. Причем прикольно. Ну непонятно. Сейчас посмотрим. Ну тут типа Ждан словил. Не Ждан, это Зигин. Минус ксид. Игра оттеш. Кир, Родогаск врывается туда. Ну и Которец здесь ставит на пару Зигин. На 2 дула, в принципе, принимали. 3-3. Отлично. Отлично пошло. Прям хорошо. Но это первая половина. Вот тут бывает так, что 3 раунда не совсем то, что нужно за атаку. Вообще редко сейчас выигрывают. У меня страшные вещи происходят. Очень страшные. Я думаю, ты можешь сейчас сделать кроп. Ну я думаю, придется подвинуть на секунду. Ребята, не переживайте. Сейчас мы поправим окошко с ПБ. Бывает у нас здесь... У нас просто такая тумба крутая здесь. У меня тоже пошли вещи жесткие на ноуте. Ну ладно. Ну давай смотреть за продолжением. 3-3. Это уже интересно. Первая карта 3D. Навязывает борьбу командировку с Киса. Это значит, что нас ожидает очень интересная ВВГ и не менее интересная вторая половина. Юный лютый фаршик пытается ворваться. Ну я тут ставлю на 5-4. Я вот поставлю на 5-4 фольгу Роксов в первой половине. Потому что этот счет их устроит двойня. С него будет очень удобно отыграться и... Ну Радагаст уже отдал минус на длине. Забрал там Катореза и большинстве Роксы. Сейчас мы тут, ребят, найдем коврик. Это будет вообще замечательно. Вернется слэм тоже в игру. И вот это уже пока что подробно. Негатив в это время дает минус. Минус от Зигина. Это под беты у нас происходили фраги. Наверное, вот стоит за этим парнем посмотреть. Итак. Ну что, тут 3-3. По-моему, тут сейчас... Да, все. Я вот даже слышал, что прошла инфа. И минус от Зигина есть. Но он тут в качестве запирающего с винта неплохо прошел. Минус практически заход на 2. И остается у нас 1 ксид. Ну что, это будет минус 3 от ксида, если он сейчас зарешает. Ну, по крайней мере, 1 в 3. Ну, пока что. Ну, не спешит. Не торопится он играть. Знаешь, что пока что, по-моему, идет к четвертому раунду команда 3D за атаку на ВВГ. Такая ситуация... Четко, четко, четко. Вообще без вариантов разыгрывают этот эпизод. 3D выходит вперед. 4-3 за атаку. Эх, ну и последние сейчас раунды пойдут, половины. Мне так нравится вот эта вот наша новая винда на нашем новом суперкомпьютере. Ну, бывает, бывает. Я пока что буду продолжать комментировать, пока пытаюсь дать какой-то... Тут расклад меня просто тоже... 3D упаковывает. И сбрасывает наш любимый и великий Wi-Fi. Что с этим ничего не поделать. Итак, минус от Зигина. Открывает он счет в раунде. В этом. Итак. Негатив дает размен против Дикого. И сейчас посмотрим, что будет происходить дальше. Нет, все, здесь уже большинство за Роксами. Контроль. Смотрим за... Затем за Зигином, за Тудаком. Давай, Зигин. Давай, Зигин. Давай, посмотрим, что нужно здесь. 2 в 4. В принципе, еще можно и вытащить и такое. 3D. Всякое бывает в поинт-бланке, ребята. Мне кажется, что может сейчас все поправиться. Главное дать первый фраг 3D-шкам. Но Роксей, они понимают, что... Сейчас отличная возможность взять раунд. И нужно... Нужно ее использовать на все 100%. Вот. Есть бомба уже у 3D. Ой-ой-ой. Уживает Тузак. Какой экшен ему тут нужно совершать? Ну, он сейчас понимает, что его пытались поджать. Вот он увидел все мини-моби. Ну, тут уже да. Здесь уже ничего не сделать было. Просто грамотно сыграли Рокс на поджиме. И в итоге минус последний Зигин. Дэвбомба от негатива. И это, по-моему, 4-4. Ну, ничья тоже хорошо. Вот сейчас будет разыгрываться ключевой раунд, в принципе. По такому сценарию большинство матчей в ПБ и складываются на ВВГ. Вполне ожидаемо. Результат 5-4. Может быть. А может быть и нет. Оу, 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 оу. Так, разменов пока что вроде нет. Ну что ж, вы видели, ребята, какую-то надпись сумасшедшую. И это значит, что сейчас пока что мы вам покажем камеру. А Слэм попытается покомментировать все, что происходит по экрану. Меня тоже немножечко выбрасывает. Сейчас нам покажут игроков. Там покажут при запусте поинт-бланк. Ну, бывают такие моменты, конечно, неприятные. Но он больше случайный. Ну, а ты смотри, говори, что происходит. Ты же видишь на экранах. Не смотри свой нот. Вот смотри, что там. Говори, там уже минусы. Там пока что готовится к обычной атаке. И началось... Ну, началось все достаточно... Достаточно стандартно, я бы сказал. То есть они по времени идут... Пока без минусов, да, в этом раунде мы смотрим? Ну, да, 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 да. Пока все. Окей. Жаль, что без последнего раунда первой половины останемся. Но сейчас, друзья... Никто не улетел. Экстремально возвращаемся назад. Так, ну уж раунд я как-нибудь попытаюсь описать. Так, там уже был пока что первый контакт. По медлу в начале. Куча дыма. Зигин, как обычно, с дробовиком пытается наработать. Ну, на ваших экранах 3D пока, ребята. Какие-то плюсы. Вроде абсолютно спокойны, но уже были размены. И уже их двое остается. Зигин остался вместе с Лузаком. 4 в 2. Опять за Роксами преимущество. Не, ну половина за защиту. Это, в принципе, выиграно будет дефолтным вариантом развития событий. Как бы... А вот если... 9. А вот если наоборот бы был и атака бы выигрывал, это уже вызвало бы много интереса. Потому что... Ну, все зависит опять же от подготовки атаки на ВВГ. На ней можно вытворять безумные просто вещи. Нереальные пробросы. О, жёсткие выходы. Итак. Ну что, перестрелка там контактная очень... Да, пошла. Гранаты... Ну, Роксы закрыли. Роксы закрыли гранатами. Ну и в итоге 5-4. 5-4. Сейчас будет смена сторон. И как раз мы успеем поправить здесь все окошко с ПБ. Наконец-то. Слушай, ты прям Ванга слэм. Ну, это не Ванга, это просто дефолт обычный. Как бы... К этому всё и шло. В принципе. Так что Ванга тут ни при чём. Вот Вангой в БЛЦ быть, это... Наверное, было бы почётно, да? Угу. Ну что ж, всё шикарно. Всё шикарно, поправили. Тафа жмёт, ребят. Я готов. Тафа жмёт. Тафа жмёт. Слэма не ждать. Слэм... Зайдёт попозже. Чуть-чуть. Потому что... Слэм, ну всё-таки навяжут сейчас борьбу 3D или нет? Всё-таки будет защита. Ну, я думаю, что будет. Я думаю, что будет. Вообще, всё зависит от того, как они сейчас играют свои первые раунды. То есть, если они берут два раунда подряд, то они могут сбить вот этот победный марш от Роксов. Потом, в принципе, неплохо закрепиться, зацепиться за эту ситуацию и попытаться подавить. Но, знаешь, вот не стоит забывать, что Роксы-то в атаке хороши. Давайте смотреть. За игрой всё прошло. Ну да. У них вообще атаки хороши на любой карте. Особенно, если брать в пример люкс. Вот если вторая карта будет люкс, то будет очень интересно посмотреть на пробросы, которые могут быть от этой команды. Так, ну вот, надеюсь, сейчас Роксы атаковать быстро не будут. Попытаюсь ещё всё-таки... Не, быстро не будут по-любому, потому что здесь, понимаешь, здесь надо вот как-то прокачиваться. Так, фарш минус, подожди. Всё, с окошком попозже разберёмся. Ну что, здесь 4 в 5. Слушай, наглый фарш, вот его уже спалили. Могу сказать, что поджал мост, дал, дал, дал дэмэджи, дал минус и вообще очень чётко пока что... Ну, посмотрим, как преимущество её разыграют дальше. Вот, ну вот, красивая, конечно, сейчас была граната, но она дымовая, и Минимой бы остался жив после этой аркады. Засчитал он этот дым, увидел зелёные тени. Ну, зажали, зажали фаршик, он почему-то решил всё-таки ещё раз вернуться, вроде уже ушёл с моста, а потом решил, что нет, нет, я допушу, и всё-таки в итоге зря дожжал. Он хотел просто... Он с пустыми руками не хотел уходить. Как бы минус один для него это как для тебя минус ноль, например. Да, он хотел идти до конца и решительно стоял на своём. Ну, и вышло. Просто, надо сказать, минус один для него как для меня ноль. А тем временем, Эрдогас нереальный голова-шот повесил на два. Просто... Пока тут, понимаешь, хорошо, зачем атакуют. Вообще просто зачистили всю альфу, сейчас отлично. Роксей, Файвзигин вошёл, неплохо он один против двоих остаётся. Неплохо зацепился за раунд, но это давай сейчас два феноменальных выстрела. Вот один. И вот он. Нет, не будет второго. Минус от СКСИТа. У него сколько? Два хп остаётся. Пропёрло. Ну, есть такое. Есть такое. Один раунд им надо записать. Это, конечно, да. Ну, вот сейчас уже, наверное, будет более-менее дефолтный сценарий. Опять же, мы увидим, скорее, здесь медленный раунд атаксов. Как я люблю фрост. Аппа, ты можешь просто кропнуть. Я обожаю фрост, знаешь, на самом деле. Ну да. Повелитель фроста. Лучше не кропать, потому что у нас присял сидит. Всё, ребят, смотрим. У нас уже контакт есть. Ух ты, Файвзигин. Казалось, что очень чётко наводится, но не минуснул. А вот негатива уже забрали. И в большинстве 3D. Мини-моби отыграл игрока сейчас. Это на мосту. Поймал снова фаршика. Второй раунд подряд, причём это было. Ну и, в общем, показываем мы, что тут замышляют у нас ребята из команды RockSkiss. Вы это всё видите сейчас на своих экранах. Так. Годханк покажет. Гитарез прочекал. Опс. Вот. Вот оно начинается. Где тузак минус? Есть. КТ стоял. Родогаск. Пошёл пробрыв бетона. И вот это жесть. Мини-моби просто. Ёшкин кот. А, минус тузак. Минус Зигин. Как он прислал туда гранату вообще? Вот она атака. Вот он прокид от Роксов. Просто вмазали по бетону. Красавчики. Красавчики, конечно, если не Мазай. Не, ну тут уже мы видим, что не Мазай. Ну да, это понятно. Так что, ну опять же, ситуация в ПП простая. Кто там вдруг что-то не понимает, экономики нет. Поэтому здесь люди идут один в три, один в пять, один в четыре. Они идут и берут. Потому что они ничего не теряют, и у них есть шанс взять раунд. Ну, они иногда и не берут, но заканчиваются такими темпами всё. Здесь всё жёстко только что было. Родогаск поставил баночку хорошую. Наверное, зарядился позитивом. Начало миссии. Ну это уже 7-4, слушай. И опять 25 начинается на браткастском компе. Ладно, я тогда опять на плазм буду смотреть, пока ТАФ у нас отправлен в небольшой отпуск. Мне говорят, что я использую какую-то вообще плохую программу. На самом деле там всё проще. Надо не двигать окно. Такс. Ну что, там продолжается пока что игра битвы за восьмой раунд. Уже был хитшот сейчас от 3D. Нас обвиняют постоянно в мозае вообще. Ну бывает, бывает. Злобный Фрост. Злобный. Очень злобный. На всё злой. Зато мы можем посмотреть, какой сконцентрированный моби и какая у него прикольная наклейка на наушниках. Ну да, в принципе. Он очень сконцентрирован. И на руке что-то нарисовано. Хорош, говорит просто. Хорош. Это значит, что это уже 8? Чаю нам 2. Да, это уже 8 раунд. Это уже 8 взятый раунд от команды RockSkiss. Ну да, такой сценарий на VVG, конечно. Ну ожидаемость всё-таки ещё и VVG. Вот я всё-таки какую-нибудь другую карту больше ожидаю от борьбы, чем на VVG. Ну уж тут слишком всё сложно. Да, VVG она как бы очень удобная для 3D тоже. То есть они на ней могут. Просто есть в парнях закваска, только они ещё пока не поняли, как разыгрывать. То есть они могут выиграть любую другую команду. Но вот с RockSkiss'ами им предстоит очень-очень-очень тяжело. Ну что ж, друзья, пока 8-4. RockSkiss продолжает уверенно демонстрировать весь свой скилл на карте VVG. Ну и вот тут у нас уже на Альфе небольшая разборка. Сейчас давайте посмотрим, чем закончится. Minimobi вышел Windows. Зак 3D! Молодцы! Ой-ой-ой! Разворот удали. Ну ура! На самый этот замес подключились. Всё, мы в игре. Хорошо. Ну может быть так, что сейчас просто кто-то возьмёт девятое очко. И после этого начнётся страфический экшен. Называемый как овертайм. И овертайм в ПБ очень-очень суровый иногда доходит до... Я не думаю, что сейчас какой-то овертайм будет. Я думаю, что всё-таки кто-то кого-то в основное время должен дожать. Хотя, знаешь, чуть-чуть сейчас пара удачных раундов для 3D и всё может измениться. Какой-нибудь 8-7. Вот им надо просто два раунда каким-то чудом. Ну не то, что чудом. Просто выигрывать, уверенно отставить защиту. Ну а пока просто понаблюдаем. Да, опять же, не забывайте, мы со Слэмом не можем называть какие-то позиции, какие тактики, кто что делает. Но пока мы вроде бы неплохо справляемся, так что давайте смотреть. Мы вам хотя бы показываем, что происходит. Так, мы видим сейчас пока, что нагревание прострела Т-шки, в принципе, это расклады обыденные. Ничего в них сверхъестественного нету. Затаились Роксы. Что-то они сейчас будут придумывать по-любому. Пока что их, по-моему, 3D на карте не видят. Не знаю, слышат или нет, но давайте смотреть. Очень интересно, что вот этот человек будет делать сейчас при выходе. Уже в минус ксид от Файзигина пошел. Ох, негатив. Сплит на альфу, негатив, Радакаск, отлично. Ну тут они очень-очень тонко. Вот посмотри, обрати внимание, что они сейчас зашли, как бы... Катарьез здесь уверен, я был пус... О, он дал минус, Годхантер, Радакаск. 3 в 2, Рокс в большинстве, еще можно спасти раунд 3D-шкам, еще можно. Дикий минус дал. 2 в 2. Все зависит от того, как сейчас играют с бетоном. Самые, ох, кровожадные, конечно. Рокс и негатив, Радакаск опять зарешали. Но вот ты заметил то, что они выходили втроем? У них очень такая красивая получается. Ну там, конечно, папа негатив в конце все-таки подразобрался. Да, выходили... У них очень красивая атака получается, вот когда они выходят на альфу. Ну давай смотреть. Может быть, еще не все потеряно на этой карте для 3D. Опять же, BO3 у нас матч. И после этого еще один будет матч с Point Blank у нас. Ну, опять же, еще одна карта. Как минимум одна. Ну, а потом Dota. Dota. Два матча по Dota. Сегодня шикарный вечер. У нас четверга будет Na'Vi M5. Сначала Point Blank. Да, первая игра. И Darar против Шведа вторая. Чуть попозже за Nation Emotion будут сражаться. Да. Второй полуфинал. Он, кстати, будет, наверное, по напряжению, возможно, даже, чем это встреча. Да, там, скорее всего, я даже думаю, будет три карты. Но все будет зависеть от того, как Emotion подойдет к процессу. Вообще, они непредсказуемы для всех. Опа, стрит, катарез. Ну, и судя по тому, как игроки там, они все реально понимают, что такое ладо, как надо играть. Слушай, ну, пока все плохо для RockSkiss. Очень четкие два попадания от 3D. И RockSkiss в меньшинстве. Негатив. Сейчас что-то попытается... Негатив пока что ловит позитив. Сделать. От процесса, я уж уверен в этом. Ну, они выигрывают, конечно. 9-5. Причем счет замечательный. Все дело, конечно, в тактиках, в точности. И психология на ландфиналах. Когда ты играешь на сцене, очень много решает психология. Да для тебя сейчас надо держать под напряжением RockSkiss. Но это сделать сложно. Опыт у парней достаточно, когда они считают ситуацию. Кстати, я могу тебе сказать, что вот последний ландфинал в арене. По-моему, первую карту как раз и проиграли здесь на сцене RockSkiss. Но потом потащили все. Ну, то красиво. Даже не первую карту, а матч в ПО-3. Родогасск, минус 2. Ну, тут... Ждите интервью с Родогасском. Да. Но здесь еще пока не ясно. Еще пока не ясно в этом раунде, что будет происходить. Потому что тут могут подавить. Ну, вот здесь на самом деле фаршик и был основным звеном. Но лоит голову. Это... Это победа, друзья. Это победа, да. Это уже 10-5. И первая карта, в принципе, сыграна достаточно быстро за команда RockSkiss. Ну, в два раза практически обошли. В принципе, что, 3D сыграли нормально на уровне. В первой половине D в сторону выиграли как надо. Я смотрю, что сейчас будет продолжать. Смотрю, что... Да, по-моему, решили дальше, да? Или что, парни? Ну что, парни, пойдут на перерыв обсуждать или будут продолжать? Сейчас посмотрим. Там пока что фаршик и команда вот что-то обсуждают в кругу. Решили что-то, по-моему, пошифровать немножко. Ну, там не в кругу, там просто полосочкой один отъехал, как бы. Полосочкой один отъехал. Да, полосочкой один отъехал. На отъезде. Ну, нам показывают, извиняюсь. Нам их показывают. Они решили, да, что-то обсудить пока что. Ну, хорошо, все правильно. Ну, да, все-таки здесь надо... Здесь надо попадать. Здесь Мидтаун. Здесь, конечно, сейчас будет решать и снайпер, и Годханту. Нужно будет постараться. И вообще, довольно специфичная карта Мидтаун, где террористы появляются на Респе. Им, в принципе, уже некуда идти. По центру Мидл, в котором вас ждет АВП. Справа длина, слева бухло. В общем... Но не стоит забывать, что эту карту... Как интересно. Эту карту проиграли в свое время. Ну, как проиграли? В жесткой напряженке играли на ней Роксы. Последний свой матч в онлайн-части Стар-серии.